Детская игровая комната открылась в педиатрическом отделении Московской областной больницы имени профессора Розенова. Это стало возможным благодаря фонду президентских грантов и партии «Единая Россия». Комнату оборудовать планировали давно, однако из-за ковидных ограничений откладывали. «Мы все-таки сделали такое большое дело, открыли другую комнату. И вот поручение Сергея Викторовича, Владимира Михайловича, хотелось бы вам вручить такой знак отличия. Да вы что? Ура!» Знак от Московской областной думы депутата Сергея Бабаченко за труды вручили Владимиру Мануйлову. Награда заслуженная. Два последних года больнице пришлось тяжело. Все работали на износы в авральном режиме из-за коронавируса. Несмотря на это, больница не сдала своих позиций. «Общими стараниями. Спасибо огромное всем, кто участвовал в этом. Хочу выразить огромную благодарность еще директору художественной школы Инны Вячеславовне за художественное оформление данной комнаты. Ну и собственно мы разработаем распорядок, когда детишки уже не будут так грустно сидеть в палатах, а могут здесь друг с другом общаться. Телевизор нам подарили, смотреть мультфильмы, играть спокойно». Такой комнатой может похвастаться не каждая больница. Теперь дети смогут здесь отвлечься от процедуры уколов, поиграть с родителями, которые лежат с ними. Перед Новым годом ребятишек также поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Подарок к празднику не только для детей, но и самой больницы. От партии подарили 200 тысяч масок. Этого расходного материала никогда не бывает много, а также мандарины. Какой праздник без них? «Уже стало доброй традицией от местного отделения поздравлять вас с наступающим Новым годом. Хотелось бы пожелать вам, чтобы всем нам, чтобы эта пандемия скорее закончилась, чтобы у вас появилось побольше времени именно для самих себя, посвятить время себе, своим родным, семьям». Врачей поздравили с Новым годом, однако отдыхать им некогда. Пока у россиян будут новогодние каникулы, врачи будут на своем посту, а значит мы будем чувствовать себя безопаснее. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Юрий Добрунов. Пушкинское телевидение.